На перевале Дангуз-Арун установили памятную доску в честь 70-летия начала боев за Кавказ в ходе Великой Отечественной. Инициатор – молодежная патриотическая экспедиция «Оборонная тропа» под патронатом Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга при поддержке Совета местного самоуправления Эльбрусского района. Одну из памятных досок установили на слоне Эльбруса, а в установке второй принимала участие и наша съемочная группа. Слово Натальи Булат. С массивными рюкзаками за плечами они уже неделю в пути, чтобы легче было взбираться. На Дангуз-Арун груз оставили на погранзаставе до высшей точки перевала. Экспедицию сопровождали сами пограничники. За хребтом уже граница с Грузией. Помогали питерцам и представители местного поискового отряда «Мемориал Эльбрус». Говорят, в 1942-1943 здесь шли ожесточенные бои. Отечественную историю хранит даже это озеро. Здесь хорошее количество человек, 200, наверное, с лишним немцам накрыли лавиной. Взрывали вот эту гору Накру. Наши? Да, альпинисты. Взорвали Накру, накрыли их здесь лавиной. Вот под этим озером, внутри озера, их останки лежат до сих пор. Среди советских солдат, воевавших на Кавказе и жители Ленинграда. Эту информацию участники молодежно-патриотической экспедиции узнали, изучая архивы. Походы начали 8 лет назад с Карачаева-Черкесии. Спустя несколько лет пришли в Кабардино-Балкарию. Руководитель проекта «Оборонная тропа», учитель химии, одной из общеобразователей питерских школ, идеей заразил своих учеников. Памятные доски, перевал воинской славы они уже установили на эхо войны. Хоть у Тауха, Санко и Сюргени, Азау, Чипер Азау, Дангузарунина. Этот раз на граните благодарность воинам-пограничникам. В частности, 25-й погранполк именно на Дангузаруни, 26-й в районе Владикавказа. И те, кто стояли здесь насперть, они, в принципе, все достойны уважения, конечно. И 63-я кавалерийская дивизия, и 342-я дивизия, и 242-я стрелковая горная дивизия, и горно-стрелковые отряды, вот именно в которых были наши ленинградцы, 5-й и 6-й горно-стрелковые отряды, воевавшие именно здесь. На Дангузаруни немцы создали сильнейшие оборонительные позиции. По сравнению со склонами Эльбруса здесь и теплее, и ветер меньше. Фашисты планомерно пробивали себе путь к грузинской и бакинской нефти. В этих местах при боях за Кавказ погибло более тысячи советских солдат. В переводе с балкарского «Дангузарон» – это свиной логово, в свою бытность сваны. Пасли здесь свиней в годы Великой Отечественной. Труженьки Вольфрама Малибденового комбината вывозили по этому пути. К слову, он очень трудный, самое нужное и ценное оборудование. Когда не выдерживали ослы, груз приходилось нести на себе. По этой же тропе, спасаясь от немецких оружий, уходили старики, женщины и дети. Это при том, что камни под ногами и сегодня уходят в прямом смысле слова. А Великой Отечественной участники экспедиции говорят, опираясь не только на учебники по истории. Дед Наталья Лебедева с двумя братьями во время войны ребенком попали в блокаду. Самое яркое впечатление от этого момента, что когда они пришли во двор, они жили на Лиговке, то у них в парадной было больше 20 детей. А за первые пару месяцев блокады, которые они как раз были там в пригороде, может быть именно это их спасло, осталось кроме них еще двое детей живое и все. Памятная доска оборонной тропы на вершине Дангузаруна далеко не единственная. На металлических пластинах слова благодарности со всех концов бывшего Советского Союза. Чтобы добраться сюда, надо пройти десяток километров в течение пяти часов. Но об этом не думают, когда есть возможность поклониться тем, благодаря кому нам сегодня открыты все дороги.